МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верховная Рада назвала голосование за изменение российской конституции в Крыму юридически ничтожным и призвала другие государства осудить его. Мы, как народные депутаты, можем четко заявить, что будь какие-то референдумы об выборе, которые Россия проводит на тимчасово оккупованных территориях Украины, незаконными, так грубо порушивают законодательство Украины и международное право. Сможет ли Украина добиться справедливости в международных судах? Россия готовится к масштабным военным учениям «Кавказ-2020». В Крым съедутся тысячи военных Российской Федерации. В Министерстве обороны Украины заявили, что ответят симметрично и уже начали увеличивать количество военных в Херсонской области. Мы обсуждаем размещение новых подразделений. Это касается и сухопутных войск, и военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Ждать ли агрессии со стороны Российской Федерации? Путин снова незаконно пересек границы Украины и приехал в Крым. Там он участвовал в церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота Российской Федерации в Крыму. Какой будет реакция Украины и мира? Об этом прямо сейчас говорим в эфире телеканала «Дом». Россия готовится к масштабным военным учениям «Кавказ-2020». В Крым съедутся тысячи военных Российской Федерации. Из открытых источников уже стало известно, что задействуются 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего привлечено почти 150 тысяч военнослужащих, 27 тысяч единиц вооружения, военной техники, 414 летательных аппаратов, больше сотни кораблей и судовое обеспечение. Министерство обороны Украины заявили, что ответят на такие действия симметрично и уже начали увеличивать количество военных в Херсонской области. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. Мы ожидаем, что это будет и усиление существующих военных, воинских частей, которые имеют пункты постоянной дислокации на территории Херсонской области. Но также мы обсуждаем размещение новых подразделений. Это касается и сухопутных войск, и военно-морских сил вооруженных сил Украины. И, конечно же, укрепление территориальной обороны. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью этого года учения по территориальной обороне с привлечением резерва и вообще спланировать комплекс мероприятий по усилению сил территориальной обороны на территории Херсонской области. У нас в студии сейчас первый наш гость, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Еременко. Добрый день, господин Еременко. Добрый день. Вот можно прямо сразу об этом, если позволите, я сразу цитату вам прочитаю. 90 страниц доклад подготовила Высшая школа экономики российская под эгидой Министерства иностранных дел и Комитета по международным делам Госдумы России. Вот оттуда я взял цитату. «Действия России в отношении Украины в 2014 году также укладываются в логику содействия миру. Поддержав волеизъявления населения Крыма и предоставив помощь народу Донбасса, Россия предотвратила большую войну в Европе, которой было чревато затягивание Украины в НАТО. Масштабное же насилие и боевые действия в Крыму, которые наверняка бы начались, это по мнению российских исследователей, которые наверняка начались бы, если бы Россия не включила его в свой состав, привели бы к полномасштабной войне между Россией и Украиной». Это вот пишут российские исследователи, дипломаты, чиновники высшего ранга и предлагают всему миру, так сказать, почитать их позицию. Вот то, о чём мы сейчас говорим. Учение, нагнетание военной истерии, попытки запугать нас. Это вот что? Это как, извините? Ну, это тактика, которая используется в Российской Федерации достаточно давно. Это тактика давления, в первую очередь, психологического давления, поскольку возможность психологического давления, она гораздо страшнее, чем использование конкретных мероприятий. Мероприятия — это когда самолёты, там танки, ракеты. В том числе, безусловно. Угроза, она всегда более страшна, чем на самом деле её исполнение, поскольку мы, ожидая её, боимся гораздо больше. Когда она осуществляется, времени для того, чтобы бояться, уже не так много остаётся. Надо действовать, соответственно, отвечать. Если позволите. Кроме того, что мы боимся, делает ли Украина, делает ли украинская власть, делает ли ваше министерство что-то ещё? Ну, во-первых, я бы не сказал, что мы боимся. Это понимание российской стороны, что мы боимся. Мы, безусловно, оцениваем такую опасность, такую угрозу, предпринимаем соответствующие шаги в ответ. Это очень комплексный, на самом деле, вопрос. Он не касается исключительно компетенции Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Здесь, безусловно, существует и международная составляющая, и силовая составляющая. Мы не силовое министерство, мы министерство так называемой soft power, мягкой силы. И, естественно, в принятии, во-первых, в разработке, в оценке ситуации мы исходим из различных сценариев, в том числе и самых негативных сценариев. И, соответственно, принимаем те или иные решения. Господин Путин снова явился в Крым. Режет ленточки, открывает, закладывает на стапелях, я знаю это слово, корабли, готовится встречать парад Севастополя. Что скажет ваша оценка этого деяния, этих деяний? Ну, во-первых, я повторюсь, на прошлой неделе я сказал, что его никуда никто не приглашал в Крым. И это первое. А второе, что на самом деле эти события, попытка заложить корабли и всё остальное, это на сегодняшний день не более чем картинка. От момента закладки кораблей и до их спуска на воду проходит очень много времени, необходимо очень много ресурсов, начиная от финансовых, трудовых, и заканчивая технологиями, оборудованием, которыми на сегодняшний день Российская Федерация, к счастью, не обладает. Мы помним ситуацию 2014 года, когда Российская Федерация пыталась купить два вертолётоносца у Франции. И в том числе благодаря достаточно активной позиции Украины удалось тогда убедить мировое сообщество не продавать эти корабли Российской Федерации. Стратегия деоккупации. Реальные действия украинской власти. Реальные действия вашего министерства. План деоккупации, если хотите. Хотя бы какие-то там базисные точки, реперные точки. Когда мы говорим о плане деоккупации, мы говорим не только о Крыме. Я бы хотел это очень чётко заявить, что мы не разделяем Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, поскольку мы смотрим на них комплексно. В соответствии с законом, с двумя законами Украины, это две временно оккупированные территории на юге и на востоке страны. И, соответственно, план деоккупации одной территории не может существовать без плана деоккупации другой территории. Они абсолютно взаимосвязаны. То, что Российская Федерация пытается постоянно их разделять, таким образом выводя за скобки вообще вопрос обсуждения Крыма, это их нарратив, и мы сейчас абсолютно чётко это отвергаем. Я буду отвергать. Означает ли это, что мы отказались от практики, что было раньше, мы сложили лапки, ну и как бы плывём по течению. Не хотят россияне говорить про Крым в нормандском, минском формате. Мы как бы не говорим тоже. Нет, абсолютно это не означает. На самом деле Крым на сегодняшний день звучит достаточно регулярно регулярно и в месседжах правительства. И на самом деле мы разрабатываем сейчас некоторые идеи и инициативы по поводу того, каким образом это усилить. Я не хотел бы сейчас просто раскрывать эти планы, но вопрос того, чтобы поднимать вопрос и выносить его на международный уровень, это уже не однажды говорил и наш руководитель, вице-премьер Алексей Юрьевич Резников. И у нас есть абсолютно конкретное видение, что мы могли бы сделать в осязаемой перспективе. Раз этот план секретный, я возьму с вас обязательство, что хотя бы не секретную часть вы как только создадите, презентуете в эфире нашего телеканала. Я думаю, что я не открою тайны, что любой план имеет две составляющие. Как бы открытую часть и закрытую часть. Открытая часть, я думаю, что, естественно, она будет презентована в свое время. Если позволите, вернемся к вопросу соотношения усилий в Мин... Мин... Реинтеграция. МинТОТ. Я по-украински понимаю эту аббревиатуру. В вашем министерстве какая доля Крым и какая доля оккупированной районы Донецкой и Луганской областей? Вы знаете, был у нас момент некоторое время назад, когда мы обратили внимание на то, что в социальных сетях начали разгонять такой нарратив, что, мол, в министерстве реорганизовали и убрали управление Крыма, что это негативный сигнал и что Крымом никто не будет заниматься. Я бы хотел отметить в данной связи, что, исходя из нашей логики неразрывности Крыма и Донбасса, мы подошли к другой структуре министерства. Она не будет региональной, она будет функциональной. То есть не будет двух департаментов? Не будет управления или департаментов, которые отдельно занимаются Донбассом и отдельно занимаются Крымом. Поскольку проблемы, конечно же, имеют свою специфику, поскольку в Крыму у нас, скажем так, нет стреляющих орудий и другого... Там много орудий просто. Там просто много. Да, а на Донбассе есть. И, безусловно, своя специфика существует. Но основные проблемы, такие как, например, вопросы поступления абитуриентов в высшие учебные заведения Украины, они же общие для обеих территорий. Для всех территорий, я прошу прощения, поскольку Крым — это еще и Севастополь, безусловно. Поэтому подход функциональный. Если у нас есть проблемы с внутренне перемещенными лицами, значит, ими занимается одно управление. Вот, кстати, если говорить о временно перемещенных, когда мы говорим здесь в Украине о временно перемещенных, когда в Киеве говорим об этом, в большинстве случаев, все-таки, в 90% речь идет о переселенцах, беженцах из Донбасса. Крымчане в этом смысле, которые приехали на материковую часть Украины, звучат как-то меньше. Это потому, что их меньше? Или с чем это связано? Ну, объективно, их меньше, поскольку все-таки в Донецкой и Луганской областях происходил открытый, я бы сказал так, активный военный конфликт, международный конфликт, поскольку в Крыму это тоже международный конфликт, потому что он не имел той степени, градуса, скажем так. И, соответственно, количество людей, перемещенных из этих регионов, оно по объективным причинам больше, поскольку там стреляли гораздо более активно. В Крыму тоже стреляли, мы тоже об этом помним, на самом деле. Когда говорят, что Крым был захвачен бескровно, это неправда. В Крыму тоже погибли люди при захвате его. Но это объективно, на самом деле. Просто потому, что там были более активные боевые действия, и, соответственно, больше людей оттуда бежало. Вот сразу после ваш, в нашу студию придет ваша коллега, заместитель министра иностранных дел Украины, именно Джапар, мы будем говорить с ней, ну, более-менее тоже о тех же вопросах. И я вот сейчас поставлю вопрос, который я потом поставлю и ей. И будем, так сказать, сверять эти показания. Вопрос серьезный. Санкции. Международные санкции. Что делает Украина для того, чтобы наказать оккупантов, для того, чтобы восстановить наши права, наши экономические интересы и прочие-прочие санкции? Будем считать, что это как очная ставка между двумя министерствами. Заочная. Это заочная ставка, да. Абсолютно верно, да. Смотрите, существует закон Украины о санкциях, безусловно. Он регулирует правовой статус тех механизмов, которые используются в санкционной политике страны. На сегодняшний день, к сожалению, я должен откровенно признать, что он далек от идеального, но тем не менее министерства и ведомства с завидной регулярностью проводят свою санкционную политику по отношению тех людей, которые нарушают суверенитет Украины. Например, наше министерство буквально недавно, в мае месяце, с подачи нашего министерства президент внес на рассмотрение РНБО очередной пакет санкций, и он был утвержден указом президента, он касался вопросов незаконных раскопах археологических в Крыму. Я вам скажу честно, вопрос санкций, он очень длинный во времени. Это не мгновенные решения. Это работа, как русские говорят, в долгую. Журнава мелет медленно. Абсолютно верно. Очень медленно, но очень уверенно. Для понимания, вот наши предложения, которые были введены в действие указом президента в мае этого года, были внесены на рассмотрение год назад. То есть потребовалось год для того, чтобы отработать эту всю информацию, иметь доказательную базу, соответственно. То есть это очень кропотливый процесс. Скажу честно, что мы продолжаем эту работу. Буквально вчера я подписал очередные внесения по поводу предложений с конкретными людьми и фамилиями. Скажете? Нет, конечно же, не скажу, поскольку это очередной вот такой вот процесс, который в начальной стадии. Его дальше надо отрабатывать. Наше министерство очень скрупулезно подошло к конкретным кейсам, соответственно, их отработало и внесло наше предложение. Дальше это рассматривается в смежные ведомства. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. Спасибо вам за вашу работу. У нас в студии был заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко. Мы продолжим нашу программу. Верховная Рада приняла постановление по поводу голосования за изменения в Конституцию Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Украинские депутаты призвали другие страны усилить политическое и экономическое давление на Российскую Федерацию для восстановления территориальной целостности Украины. С трибуны парламента народный депутат Украины и лидер крымско-катарского народа Мустафа Джимилев напомнил, что Россия в очередной раз нарушает международное право. С изменениями до Конституции Россия фактически намагается легализовать аннексию Крыма, а также эти изменения предпочтают, что заперечие незаконности приедания Крыму до России тягне за собой криминальную ответственность. Мы, как народные депутаты, можем четко заявить, что будь какие-то референдумы об выборе, которые Россия проводит на 10 часов оккупованных территориях Украины незаконными, так грубо порушивают законодавство Украины и международное право. Об этом и о многом другом поговорим в нашей студии с именем Джепар, первым заместителем министра иностранных дел Украины. Добрый день, рады вас видеть в нашей студии. Добрый день, коллега. Всегда рада быть у вас. Спасибо, что пришли. Я пока сейчас не вот об этом, а позвольте. Вы теперь главная в стране по ЮНЕСКО, ну по взаимоотношениям ЮНЕСКО, ну курируете эту работу. Скажите, пожалуйста, есть ли в этой вашей работе кусок для Крыма? Ну обсуждаете ли вы пахальный ремонт Баксисарайского дворца вагонкой, например? Конечно. Мало того, вопрос Крыма в принципе является приоритетным для меня в любом направлении работы в рамках Министерства иностранных дел Украины. Национальная комиссия ЮНЕСКО открывает очень много и дает очень много инструментов по работе с установой ООН ЮНЕСКО в различных аспектах последствий оккупации и культурное наследие. Это один из элементов. Конечно же, я еще на предыдущие свои должности первого замминистра информационной политики и на этой продолжаю вести эту работу системно и дальше, потому что то, что происходило в Баксисарае, под видом реконструкции убивается и убилась фактически автентичность этого объекта. Однако на вот этом собрании, которое мы провели впервые после долгого периода отсутствия подобных, да, собраний комиссии, мы обсудили наши приоритеты и перспективы дальнейшего движения. И культурное наследие, внимание к ханскому комплексу – один из приоритетов. Драгоценности. Какова судьба скифского золота, скифские драгоценности, вот этот нескончаемый процесс, который продолжается с 2014 года? Это такой действительно нескончаемый процесс. Мы понимаем, что его искусственно растягивает в пространстве и времени Российская Федерация, как будто бы там ее официально нет. У нас сторона конфликта – это Крымские музеи, Государство Украины и музей Ларда Пирсона. Я тоже имела возможность присутствовать на всех заседаниях суда и первой инстанции, и апелляции. И сейчас, насколько я понимаю, потому что там и Министерство культуры, и Министерство юстиции, и Министерство закордонных справ принимает участие в этой формировании позиции, происходит подданья контраргументов и ожидается Российской Федерации. Но тут, понимаете, как украинская позиция, она с точки зрения права является очень сильной. Мне изначально казалось, что для Российской Федерации это проигрышный кейс. Заведомо. Заведомо проигрышный кейс. Однако это тоже такой элемент гибридной войны, когда процесс ради процесса необходим для того, чтобы показывать, что это нечто, имеющее отношение к Российской Федерации. Это тоже, как по мне, такая частичная легализация оккупации и ее последствий. Это гларификация усилий Российской Федерации в целом оккупации. Шансы у Украины сильные, потому что те конвенции, то та законодательная база, на которую опирается наша защита, они говорят о том, что скифское золото, артефакты нескольких музеев. Это речь изначально шла о пяти музеях. Один музей истории и четыре крымских музея. Это майно Украины, державы Украина, а не крымских музеев, которые фактически, я извиняюсь, мне достаточно сложно на русском языке изъясняться. Это имущество государства Украина. Поэтому, как мне кажется, шансы у Украины достаточно высокие. Однако мы должны готовиться, как и тот судебный процесс, который Россия изначально хочет затягивать, и вкладывать в это огромные ресурсы. Они поменяли компанию, которая представляет интересы музеев. Наняли сейчас одну из самых сильных компаний, самых дорогих в Голландии, которая защищала и интересы Газпрома Российской Федерации. Поэтому, конечно же, не жалея средств, ресурса, внимания, они будут пытаться растягивать этот кейс на долго. То есть для них это сопоставимые проблемы защиты интересов Газпрома и возвращение или не возвращение в Украину крымского золота? Мне кажется, что в принципе все, что связано с Крымом, это уже как-то можно возвести в область какого-то фетиша национального. Крым наш, вся эта патриотическая риторика, все, что делается в Крыму под видом вот этих вот потемкинских деревень. Что фасад один, а немножечко глубже копнув, мы понимаем, что реальность как раз та, о которой Российская Федерация что-то не хочет говорить. И как раз поэтому не допускает ни одну мониторинговую миссию международной организации в Крым, чтобы никто об этом не знал, как на самом деле есть. Еще один вопрос в этой связи. Недавно санкции МГУ, Эрмитаж, крымские научно-исследовательские институты. Почему, за что? Вы о каких санкциях говорите? У Совета, украинские санкции. Я на данный момент не готова прокомментировать этот вопрос. Тогда переходим к следующему вопросу. Вы наверняка уже прочитали доклад МИД России о правах человека в Украине. Читали? Нет. Понял, хорошо, тогда тоже хорошо. Тогда это оставим на следующую нашу встречу. Там они просто, чтобы вы представляли, там плач Ярослава. Ну, слушайте, я сомневаюсь, я наверняка ознакомлюсь с этим документом, как и со многими другими документами. Однако я ничего нового, по сути, от этого документа не ожидаю. Потому что, собственно, все то, что делает Российская Федерация, это мы называем гибридной войной. И вот последние буквально месяцы мы наблюдали, как, используя COVID-19, карантин, Российская Федерация пыталась использовать площадки разных международных организаций. И РПЛ в Женеве, Радос Павлю Дыны. И формат, неформальный формат ООН Ария, который Украина каждый год использует. ОБСЕ традиционно. ОБСЕ, то есть это излюбленные площадки Российской Федерации, особенно встреча в Варшаве ежегодная по человеческому измерению. Это вот как раз та площадка, где Российская Федерация, этот плач Ярославный и критику Украины использует... Или исполняют функцию отбеливателей преступления Кремля. Это уже известны достаточно люди, представители как будто бы украинской общины, представители крымско-катарского народа, телеканала Милет, которые создали, выгнав по факту телеканал АТР. Это такая пропаганда на крымско-катарском языке. Вот эти люди, они из площадки в площадку пытаются... Раньше ездили физически, их не везде пускали. А сейчас, учитывая, что карантин онлайн, их Российская Федерация пытается включать. И они рассказывают, как хорошо живётся крымским татарам в Крыму при России, и как плохо это было в бытности Украины. То есть риторика не меняется. Ничего нового в этом документе точно я не найду. Недавно вы встречали в Украине президента, президентку, как теперь с феминитивами. Украинскую президентку. Да, вот президентку Швейцарии встречали в аэропорту. И я на фотографиях увидел, что вы были в нестандартной такой маске, которые вот ковидные маски, но маска с символикой крымско-татарского народа, с томгой, правильно? Частично с томгой. И надпись была «Crimea is Ukraine». Не является ли это нарушением дипломатического протокола, или это какой-то месседж, как теперь можно говорить? Конечно, это не является никаким нарушением протокола, потому что нет ковидного протокола, нет ни одного документа, который обязывает, не обязывает носить такие или иные маски, вызначая формы или стандарты. Однозначно нет, поскольку это новое явление, с которым мир лишь только столкнулся полгода назад. Моя инициатива подобной маски, точнее, у этой маски есть история. Есть замечательный друг Украины, ее зовут Анна Фатыга. Это человек, который возглавлял администрацию президента Польши, она сегодня евродепутат, она возглавляла комитет по безопасности, и ее офис разработал серию масок, присвященных Крыму, в том числе и эту. И, конечно же, учитывая, что мы с офисом Анны Фатыги ВКонтакте, мы решили, что мы эту маску интегрируем в свои месседжи, и сегодня эта маска уже есть у премьер-министра, есть у министра иностранных дел, и я думаю, что мы должны готовиться увидеть эту маску на разных международных площадках, как месседж Украины о том, что Крым – это Украина, и мы будем продолжать свою борьбу. Очень круто, очень круто. Стратегия деоккупации. Наконец-то мы вот придем к сути. Что делает, какая часть МИДа в стратегии деоккупации Крыма, чем вы конкретно занимаетесь? Достаточно большая, как по мне, потому что тут ведь есть национальный уровень, национальный дискурс, который так или иначе есть, сформированным уже по различным направлениям, как Украина до лая наследки оккупации. Международные измерения – это один из самых, наверное, сильных, в том числе направлений, которые Украина ведет уже шестой год подряд. Если говорить об усилении, наверное, ключевым и самым важным, я бы отметила, среди прочего, это очень много различных ежедневных задач, рутинных, реакций на различные вот такие нарушения норм права, когда Российская Федерация строит Керченский мост, запускает железную дорогу, или Путин приезжает в Крым, или проводит учения. Их очень много. Когда карты показываются без Крыма, это все требует очень большого внимания, энергии, ресурса. Это забирает достаточно большое количество времени. Однако, если брать стратегический, мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма». Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить. Так вот, если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, потому что на это есть очень большой запрос. Переведите. Это какой-то нормандский формат? Не совсем это нормандский формат. У нас, когда мы говорим о Донбассе, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссий о будущем Донбасса. Это и Нормандии, это и Минский формат, тресторонняя контактная группа. То есть у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества достаточно фрагментарна и спорадична. Вот происходит что-то, например, задерживают моряков в море. ООН готовит заявление. Тогда происходит некое заявление, реакция. И мы же понимаем, что, наверное, самая главная задача в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация вкладывает огромный ресурс в то, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество. Они используют совершенно разные формы, когнитивные, гибридные формы вот этого примирения мирового сообщества и, собственно, этого месседжа, который является очень пустым, по большому счёту, что вот, дескать, случилось волеизъявление народа, и вот так оно и Крым наш, и на этом точка. То есть, если мы говорим об этой платформе, её задача в первую очередь формализовать, систематизировать постоянный диалог и координацию международных усилий на самом высоком политическом уровне. У нас на данный момент готова концепция этой платформы. Она сейчас проходит некие стадии внутренних обговорений. Однозначно, эта стратегия должна быть согласована с президентом Украины и с его подачи эта стратегия, точнее, концепция платформы будет реализована. Наши партнёры западные, в том числе, они тестировали, они знают, они догадываются об этих наших намерениях? Ну, конечно, тут не о догадках речь идёт, а о том, как МИД несёт этот месседж. Я лично уже на более чем 10 встречах с разными послами проговариваю это совершенно пока без деталей, потому что, поскольку этот процесс ещё внутренний не пройден до конца, мы не можем говорить о деталях, однако точно, как только это будет согласовано, мы начнём более масштабное, широкое поле консультации политических с нашими партнёрыми, потому что без участия партнёров эта платформа, она не осуществится как таковая. Будет ли санкции, которые сейчас, вот они разные, там, мозаичные, часто так говорите, будут ли они органичной частью стратегии деоккупации? Будем ли мы и дальше гонять Россию по судам, по арбитражам, по… Да, мало того, ещё одним назначением министр усилил команду, точнее, как человек, который был раньше директором политического департамента, Алексей Макеев, сегодня является уполномоченным, по сути, по вопросам санкций. Это очень сильный дипломат, и я уверена, что его внимание к этой теме приведёт к тому, что санкционная политика усилится. И однозначно, это часть стратегии и часть того, чем, возможно, будет упиковатость платформа. Однако я должна проговорить, наверное, очень такой деликатный вопрос в том, что запуск этой платформы – это длительный процесс, потому что мы на сегодня видим, что позиции международных партнёров, они не то, чтобы разные, однако, вот, например, французский посол считает, что сначала нужно решить вопрос Донбасса, а потом вопрос Крыма. Например, с такой логикой я не могу согласиться и думаю, что украинское общество тоже не может согласиться. Думаю, что если бы это касалось территориальной целостности Французской республики, то логика была бы такая же, которая является частью украинской риторики, что мы не можем разделять Крым и Донбасс, не может быть приоритета в этом вопросе, мы должны быть проактивными, потому что ведь мир не является Украиноцентричным. Мы должны абсолютно чётко осознавать, что самая заинтересованная страна в решении вопроса Крыма – это Украина. И все наши усилия, они должны быть направлены на поиск этой формулы. Другой вопрос – поддержат ли это партнёры. Вот это уже задача филигранной подачи тех или иных форматов. Я думаю, что вы сможете с этим справиться, я уверен в этом. Путин в Крыму. Приехал, ленточки режет, корабли на стапелях этот самый, парад ждёт в Севастополе 26-го. Что скажете? Как будете реагировать? Я видел заявление. Что ещё мы можем сделать? Что ещё мы в состоянии сделать, кроме заявления, хорошего, точного заявления МИДа? Заявление – это обязательная часть. Так же, как и нота протеста. Это обязательная часть. Это всё то, что является нашей доказательной базой и сбором, и официальной фиксацией этих правонарушений. Мы опять-таки понимаем, что всё вот это, о чём вы сказали, и визиты Путина, и запуск постройки вертолетносцев, кораблей, и парады, и учения – всё это является последствием и призыв в армию российскую граждан Украины, и замещение населения, и десятки явлений – это всё является следствием оккупации. Невозможно эти следствия решить или их упредить реакциями и заявлениями однозначно. Однако, для чего это нужно? это такой некий сбор вот этой доказательной базы, которая, как я верю, станет частью международного трибунала, который, в общем, будет касаться факта оккупации и преступления Российской Федерации против Украины. Последний вопрос, если позволите. Совсем недавно один из ключевых турецких политиков, член президентского совета Исмаил Софи, дал интервью русскому изданию, который российские журналисты теперь преподают чуть ли не готовность Турции признать факт оккупации Крыма, признать Крым российским. Что вы скажете, как отреагируете, как вы оцените это? Первая и самая важная официальная позиция Турции является очень четкой, очень артикулированной, которая проговаривается на очень разных мероприятиях, встречах. Турецкая республика не признает оккупации и считает это преступлением. То есть Турция поддерживает Украину во всех ее инициативах на международных площадках от ООН до Совета Европы и это важно. Отдельные заявления отдельных людей мы сейчас как раз ожидаем информации от Анкары на этот счет. Вы запросили ее? Мы запросили эту информацию и конечно же в случае подтверждения того, о чем говорят журналисты, хотя я очень сомневаюсь в этом, будет официальная реакция МЗС. Спасибо вам большое, спасибо вам за этот разговор, спасибо за искренность, спасибо, что пришли в нашу студию. В каждой программе мы собираем комментарии как политиков, так и обычных граждан. Более того, мы постоянно пытаемся настроить связь с Крымом и прямо сейчас присоединяем к нашему эфиру крымско-катарского активиста, главу ЦИК Курултая Заира Смедлю. Он на прямой связи. Добрый день. Добрый день. Что поменялось в Крыму после так называемого референдума? Существуют ли какие-то заметные изменения в Крыму? Ну, я раньше об этом говорил и сейчас повторю, что Крым стал полуостровом страха. Начались массовые преследования и репрессии крымских татар, не крымских татар, по религиозному признаку. Скажем, есть группа мусульман, одних обвиняют по делу из Гутахред, других таблики джемат, преследуются свидетели Яговы, проводятся обыски, аресты. Ну, то есть, вот это стало сегодняшними реалиями в Крыму. А сам референдум прошел, по вашему мнению, практически незамеченным. Ну, я вам скажу, что вообще вот то действие называть референдум у меня, тем более, как головой цирк Хурумтая не поворачивается язык. Это шоу, которое недельный какой-то цирк Шапито голосует в коробках, в багажниках, в каких-то кабинах, чуть ли не в туалетах. Можно было по два, по три раза проголосовать. Поэтому ни наблюдателей, ничего. Это все поэтому я не считаю это каким-то референдумом. Очередная афера. Такая же была в 2014. Спасибо. Уважаемый Зайр, а вот Путин сейчас в Крыму тоже заметно ли, так сказать, явление господина Путина в Крым? Обсуждают ли это люди? Как-то идет ли об этом какая-то дискуссия? Заметил ли Крым приезд Путина? Ну, заметили, заметили, потому что увеличилось количество военной техники на дорогах, начали больше баражировать небо самолеты, вертолеты военные. Ну, то есть есть эта паника, есть страх. Нормальный правитель, наверное, так бы от своего народа не прятался. Кроме Путина, приехал ли кто-нибудь в Крым сейчас? Как обстоит дело с курортным сезоном? Приехали ли туристы в Крым? Приехали или отдыхающие в Крым? Ну, отдыхающие приезжают. Я не скажу, чтобы все было заполнено там на 50%, на 80%, но более половины скажем, пансионатов заполнены. Люди есть, отдыхающие. Что с эпидемией? Как обстоят дела? Работают ли обсервации? Проверяют ли людей, вот тех, о которых вы сейчас говорите, курортников, как происходит там с ними дела? Работают ли детские лагеря? С курортниками по большому счету никак не работают, а вот тех, кто побывал на Украине, в Украине, по отношению к ним есть предвзятое отношение и они подвергаются самоизоляции, карантину, двухнедельной обсервации. Просто есть различные формы, есть более строгий, есть более щадящий режим, так званой самоизоляцией, но тем не менее проверяют участковые, проверяют врачи, Роснадзор. Я просто чтобы уточнить еще раз, то есть те отдыхающие, которые приезжают по, например, железнодорожному мосту из России в Крым, им открыты все дороги, а если человек приезжает даже тоже отдыхать, но из территории материковой Украины в Крым, то их сажают на обсервацию и на изоляцию. Правильно? Ну, так было до 15-го. До 15-го июля, До 15-го июля. Я просто знаю тех людей, кто выезжал в Украину и сегодня находятся в режиме изоляции. Как сейчас насколько сильно ударила эпидемия и экономический кризис по Крыму, по экономике Крыма, по бизнесу в Крыму, что сейчас наблюдается? Видно ли какое-то оживление или по-прежнему все еще напуганы и закрыты, как сказать? Ну, есть люди, которые ходят в маске, таких много, есть те, кто и раньше пытался игнорировать, но по бизнесу это, конечно, существенно ударило, вот эти несколько месяцев так званого карантина, так званой самоизоляции, самоизоляции это вообще когда я хочу, изолируюсь, не хочу, не изолируюсь, но тем не менее штрафы, какие-то другие репрессивные меры по отношению к людям были, хотя назывался режим самоизоляции, никакой компенсации, ничего толком не было, хотя выплачивали там какие-то детские пособия, там еще что-то, а в основном весь бизнес рассчитывался сами те люди, у меня есть знакомые, которые именно были связаны с ресторанным бизнесом, для них это, конечно, сильный шок, тем более, от которого они еще даже сейчас не очень-то отошли. Спасибо вам огромное, уважаемый Заир, спасибо за то, что вы были с нами на связи, спасибо, что остаетесь в Крыму и остаетесь нашим, так сказать, окном в крымские реалии, в то, что происходит сейчас на полуострове. Сегодняшний эфир заканчиваем, но руку на пульсе всех событий, которые происходят в Крыму, мы все редакции продолжаем держать. Спасибо, что доверяете и помните, Украина – наш дом.